Добрый вечер в эфире 12 канала новости в студии Константин Лондон. Главное сегодня. Заскочили в последний вагон бюджетного поезда. В Омске построят новую детскую больницу. Решение принято на федеральном уровне. За год до турнира готовность 40%. Я нахожу арену как снаружи, так и изнутри очень впечатляющей. Международные эксперты оценили готовность Омска принять чемпионат мира по хоккею. Каков вердикт? Противостоянием фуры и маршрутки заинтересовалась прокуратура. По факту сегодняшнего ДТП в нефтяниках проведут проверку. Кто и что могло спровоцировать аварию? Полусотни километров в четыре полосы. Трасса смерти меняет репутацию, но безопасность волнует не всех. Один из очевидных минусов новой магистрали для некоторых автомобилистов – это отбойники. Какие проблемы возникли и как их удалось решить? А также какие трассы в скором времени тоже станут четырехполосными? Ожидание только разогревает как болельщиков, так и бойцов. Пока бразильцы учат русский язык, организаторы завершают подготовку к турниру СФСИ-2. 12 канал приоткрывает завесу тайны второго турнира Шлеменко «Файтинг Чемпионшип». Какие сюрпризы подготовили организаторы и как подбирали соперников? В Омске все-таки построят детскую инфекционную больницу на 300 мест. Для проекта предусмотрят федеральное финансирование. Этого удалось добиться губернатору Александру Буркову и депутатам Государственной Думы, в частности Оксане Фариной. Подробный пост она разместила в своем инстаграме. Как написала экс-мэр команде, цитирую, «удалось заскочить в последний вагон бюджетного поезда». Идея о строительстве нового медучреждения на улице Перелета была одобрена президентом еще в апреле на встрече с губернатором. Минздрав страны поручил доработать проект, после чего его должны были включить в федеральное финансирование. Однако на заседание правительственной комиссии заявку отклонили. Регион не уложился в сроки подачи документов. Между тем, проект госбюджета был уже утвержден. И шансов на выделение денег практически не оставалось. Но Оксане Фариной удалось представить на заседании комитета по бюджету и налогам аргументированные поправки. Это значит, что теперь при корректировке параметров казны увеличению будут подлежать прежде всего статьи, учтенные данным постановлением. Другим новостям. Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту ДТП в нефтянниках. Напомню, на пересечении улиц Химиков и коммунальной произошла авария. Столкнулись маршрутные такси и фура. Известно, что водитель большегруза не уступил право проезда пассажирскому микроавтобусу. Во время осмотра места ДТП сотрудники полиции пришли к выводу. Возможно, кто-то из участников просто не успел затормозить. На дороге есть наледь. Добавлю, что удар перешелся в левую сторону маршрутки, в место, где сидел водитель. В столкновении пострадали и пассажиры. Газель двигалась по 305 маршруту. В салоне находились 5 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 3 человека. Это водитель Газели и 2 пассажира. Один из пассажиров в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Российские и зарубежные эксперты остались довольны тем, как в Омске идет подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею. Об этом в ходе рабочего совещания с губернатором завел исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Ее представители прибыли в наш город совместно с комиссией Международной федерации хоккея на льду. Накануне эксперты работали в Новосибирске, где, напомню, также идет подготовка к первенству юниоров и строится новый спорткомплекс. Комиссия оценивает транспортную связь между городами, расположение гостиниц, аэропорта и арены, смотрит, как выстроена логистика. Как сообщил глава региона, маршрутная сеть к чемпионату будет скорректирована. Также планируется приобрести 25 новых вместительных шаттлов, которыми амичи смогут пользоваться и после первенства. За сообщения между Омском и Новосибирском отвечает авиакомпания «Сибирь», организуют чартеры для доставки команд. Еще один вопрос, волнующий экспертов. Разгоночный период для арены впервые чемпионат мира будут проводить в двух новых ледовых дворцах. И чтобы все прошло без сбоев, их работники должны успеть изучить здание и свои обязанности. Для нас сегодня важен визит представителей Международной Федерации и Российской Федерации хоккея, для того, чтобы мы могли скорректировать свою программу подготовки к проведению чемпионата мира. Нам необходимо две гостиницы, которые запланированы достроить. Это гостиница «Хилтон и Космос». И тогда в плане размещения, оказания гостиничных услуг мы будем готовы в полной мере. Потому что по критериям Федерации международной все команды должны жить в разных гостиницах и не пересекаться. И здесь еще учитываются транспортные возможности города и наличие транспорта для доставки как игроков, так и болельщиков. Комиссия сегодня высоко оценила темпы работы, восхитилась масштабами будущего ледового дворца. Его техническая готовность свыше 40%. На арене уже установили все 14 металлических ферм кровли основного здания. Завершается монтаж профлиста. Ведется установка внутренних лестниц, перегородок, инженерных сетей и отделка. Гостям показали игровое поле. Также они побывали в раздевалках команды и поднялись на верхний ярус здания. Делается очень большая работа. Мы внимательно следим. Мы верим, что сегодня основной вопрос для чемпионата мира, для нас, как для Федерации хоккея, это готовность арен. И для наших коллег из Международной Федерации, для них эта ситуация, она немножко, скажем так, новая. Когда страна сначала получает право проведения чемпионата мира, а потом уже строит арену. Но для нас, для России, это правильная ситуация, потому что чемпионат начнется, пройдет. Мы верим, что он пройдет отлично, шикарно. Но самое главное, что останется прекрасная арена в Омске, останется прекрасная арена в Новосибирске. Это будет то самое наследие, которое будет использоваться нашими спортсменами, нашими гражданами. Вот это для нас самое главное. Я нахожу арену как снаружи, так и изнутри очень впечатляющей. И мы абсолютно уверены, что вы успеете закончить строительство к концу июля. Куда обратиться, если сбивает супруг? И как прийти в себя после домашнего насилия? Такие вопросы от Амичек поступили сегодня на онлайн-марафон. Его провели Министерство труда и Центр управления регионом. Эксперты рассказали, в Омске работает Центр социальной помощи семьи и детям. С социальной гостиницей. Его специалисты помогают решать все юридические и психологические проблемы. А также предоставляют жилье на срок до двух месяцев. Обратиться за консультацией. Поддержкой можно по телефону, который сейчас на ваших экранах. Само учреждение находится по адресу Комсомольский, городок 15. Отмечу, что все услуги бесплатные. Это оформление мерцисподдержек, всех необходимых, то есть выплаты. Это выдача продуктовых наборов, бесплатная. Это средства личной гигиены. Помимо того, что есть необходимость вещевой помощи, она тоже оказывается в период проживания. Ну и также это работа со специалистами. Это оказание помощи психолога, то есть длительная работа с психологом. Специалисты по социальной работе, если нужно куда-то проехать, оформить какие-то утраченные документы. Часто такое бывает. Даже после разрешения конфликтов работники учреждения продолжают поддерживать связь с обратившимися сюда. Добавлю, что на онлайн-марафоне также рассказали и о бесплатном переобучении мам дошкольников. Подробную информацию по этой теме можно узнать в службе занятости. Что касается Центра управления регионом, он стал новой площадкой для интерактивного общения. Представители власти с жителями региона. Так, прямой эфир в Инстаграме на днях отсюда вел губернатор Александр Бурков. Депутаты законодательного собрания сегодня поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в транспорте, общепитии и непродуктовых магазинах. Документ в регионы, напомню, направила Госдума. Он предусматривает обязательную систему цифровых пропусков в поездах и самолетах. А также дает возможность региональным властям вводить ее для посещения различных общественных мест. Теперь дело за столичными депутатами. Если поправки примут, правила станут едиными для всех субъектов страны. Также сегодня на заседании утвердили проект бюджета региона на 2022 год. Впервые за несколько лет он будет профицитным. И еще одно важное решение о предоставлении субсидий газоснабжающим организациям регионам. Перебоев с подачей голубого топлива быть не должно. Подробности у Никиты Гайдаша. Обсуждение законопроекта о QR-кодах обещало быть по-настоящему жарким. Против решили выступить члены фракции КПРФ. Однако перед голосованием к депутатам обратился губернатор, отметив, что такие ограничения и QR-коды жизненно необходимы, и призвал объединиться, чтобы сохранить здоровье мечей. Введение QR-кодов – это вынужденная мера ради спасения населения. Давайте объединимся и победим эту заразу. Полтора года уже идет борьба с COVID-19. Да, тяжелая сегодня ситуация. Нет другого выхода. В итоге законопроект большинство все же поддержало. За выступили 29 депутатов, 10 высказались против. В числе сторонников документа – коммунисты России. Лидер фракции Владимир Казанин считает, что QR-коды в такой непростой эпид-обстановке единственная альтернатива полному закрытию заведений. Этот закон не запрещает, не заставляет прививаться. Сиди дома. Когда будут все привившиеся по этим кодам, по свидетельству о прививке приходить, по ПЦРам, то, собственно, все может работать. А вот депутаты от партии «Новые люди» высказали сомнения по поводу инициатив. Документ, считают они, требует доработки. Мы не против прививок. Мы считаем, что они действительно эффективны в борьбе с коронавирусом. Но именно введение обязательных QR-кодов, оно нарушает ряд прав человек. И у нас тут есть свои предложения. Что касается обсуждения бюджета на 2022 год, оно прошло уже гладко. Депутаты утвердили проект главного документа, признали его сбалансированным и социально направленным. Взять ту же самую социальную политику, статью. Достаточно хорошо у нас она, в общем-то, профинансирована. У нас более трети нашего бюджета. Это даже не заработная плата, это чисто социальные выплаты. Мы сегодня очень большое внимание уделяем тем же самым многодетным семьям. Проект бюджета поддержали и справедливо-россы. Документ депутатам ранее представил министр финансов Вадим Чеченко. Он заявил, что работа над бюджетом будет продолжена. Работа еще предстоит непростая в дальнейшем над этим бюджетом. Отмечу, что параметры бюджета у нас 111 миллиардов рублей. Это доходы бюджета и это на 15 миллиардов рублей больше, чем тот бюджет, который мы носили год назад. Безусловно, это позитивный момент. Зашла речь на заседании и о субсидиях на газоснабжение. Ранее проблемы с поставкой голубого топлива возникли из-за резкого подорожания энергоресурсов. Такую возможность губернатор правительства Омской области изыскали для того, чтобы предупредить всевозможные коллапсы, связанные с обеспечением населения с жиженым газом. Принятое решение позволит правительству оперативно оказывать поддержку при скачке закупочной стоимости голубого топлива. В этом году правительством принятое решение было также о выделении денежных средств из резервного фонда правительства Омской области. И межтарифная разница по жиженому газу за первые полугодия уже получена газоснабжающими организациями. Таким образом, одобренные изменения должны обеспечить бесперебойную подачу топлива в дома-мечей как минимум до конца этой зимы. Никита Гайдаш, Павел Манжос, 12 канал. И сегодня же по окончании заседания сенатор Лена Мизурина вручила памятные медали за проявленное мужество детям-героям. Их имена она определила вместе с коллегой по Совету Федерации Дмитрием Перминовым. Награды были удостойны сразу несколько ребят. Все они проявили смелость в экстренных ситуациях и смогли спасти жизни людей. Так, 12-летняя Екатерина Мальцева в мае этого года вывела из захваченного пламенем дома 6-летнюю сестру, помогла выбраться бабушке и вызвала пожарную службу. По словам Елены Мизурины, о таких поступках необходимо рассказывать, а дети их совершившие должны быть примером для всего подрастающего поколения. В прививочной кампании приняли участие 884 тысячи амичей. Активно подключаются к ней и студенты. Так, с начала сентября в Сибирском профессиональном колледже привили около 950 учащихся. Сейчас пройти вакцинацию от коронавируса они могут только двухкомпонентным спутником ВИИ. Ампулы медик забирает в поликлиники и привозит в образовательное учреждение. Для хранения препарата здесь есть холодильник. Осмотр такой же, как на приеме у терапевта. Измерение температуры, давления и сатурации опроса о состоянии здоровья. По словам студентов, прививка им необходима, чтобы получить допуск к практике. То, что вакцинация проходит прямо в стенах колледжа, весьма удобно. В память о легендарном враче на здании Омского Минздрава появилась доска, посвященная Владимиру Строженко. Он возглавлял ведомство с 1986 по 1997 годы. Обучал искусству лечения и диагностики специалистов не только со всей России, но и за рубежа. Кроме того, именно при нем начали развиваться новые направления в региональной медицине. Энгиография, компьютерная томография, хирургическая эндоскопия. Строились участковые больницы, ФАПы, врачебные амбулатории. Трасса Омск-Тюмень станет безопаснее. 50 километров федеральной автодороги, начиная от города, расширили до четырех полос. За сутки по участку проезжают до двух десятков тысяч машин. Поэтому особое внимание уделили прочности и износостойкости дорожного полотна. Учитывая репутацию трассы, немаловажным моментом стала ее безопасность. Чтобы машины не выезжали на встречную полосу, установили отбойники. Ну а для пешеходов оборудовали несколько надземных переходов с лифтами. Подробности в материале Никиты Смирнова. В этой конструкции ни грамма сварки нету. Она состоит из составных частей и все крепится на болтах. Особая гордость дорожников и одуки для пешеходов. Впервые три надземных перехода установили за городской чертой. Сооружение, как конструктор, крепится с помощью стальных болтов. По словам специалистов, такой способ надежнее сварки. Ведь швы при больших нагрузках и сильных морозах могут попросту лопнуть. Здесь же подъемники для инвалидов-колясочников. Их установил подрядчик из Ростова-на-Дону. Связь с лифтером налажена через интернет. Круглосуточно специальный сотрудник будет контролировать работу механизмов на расстоянии. Инвалид, которому потребуется переместиться, допустим, по пешеходному переходу данному, подходит к кнопочке вызова, нажимает кнопку вызова, попадает на диспетчера через оптиковое окно, через линию интернета, общается с диспетчером дистанционно, удаленно. Ну и, собственно говоря, диспетчер управляет лифтом. Асфальт дорожники укладывали с учетом большой интенсивности движения. В сутки здесь проезжает около 20 тысяч машин, большинство из них фуры. Трассу расширили до четырех полос от развязки Красный Яр западный обход. Это увеличит пропускную способность участка. Применили здесь и передовую технологию самовосстанавливающейся покрытия. Интенсивное движение автомобиля здесь может затормозить разве что непогода. Снегопад вынудит водителей сбросить скорость до минимума. Один из очевидных минусов новой магистрали для некоторых автомобилистов – это отбойники. Во время метели снег набивается под металлические ограждения. Из-за этого дорога сужается. Впрочем, коммунальные службы реагируют оперативно. В распоряжении специальная техника, которая выгребает снег из-под отбойников. Обычно на расчистку выходят через два часа после метели. Таков регламент уборки загородных магистралей. Так что пока автомобилисты во всем видят только плюсы. Преобразилось очень много. Очень хорошо сделали эту развязку. Стало сейчас удобно заезжать и выезжать отсюда. Молодцы. Работают дорожники. Пока ширина, конечно, наустраивает. Но в дальнейшем будет видно, как это будет чиститься. Потому что отбойники стоят и справа, и слева. К 2024 году подобные работы проведут и на Южном обходе. Там также расширят поезжую часть, оборудуют виадуки, установят отбойники. Никита Смирнов, Сергей Никифоров, 12 канал. Поболеть за родной город Амичи могут стать обладателями престижной телевизионной премии «Тэффи-регион». Церемония награждения состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Но увидеть трансляцию смогут и зрители 12 канала. Она начнется в 10 вечера по омскому времени. На заветную статуэтку работы Эрнста Неизвестного претендует сразу несколько работ моих коллег. Так, лента о генерале Дмитрие Карбышеве «Несломленная» заявлена в номинации телевизионный художественный фильм «Сериал». В номинации «Оператор» телевизионной программы фильма намерены завоевать премию Олег Ковальчук, Сергей Гаев, Павел Ромас, Илья Яковленко и Владислав Осинцев. Академики высоко оценили их работу в создании проекта «Плей театр без театра». Его автор Светлана Вертенникова уже в Санкт-Петербурге. Там проходят мастер-классы с мэтрами российского телевидения Максимовым, Эрнстом и Познером. Сегодня будет встреча с Вадимом Токменевым, поэтому программа интересная, насыщенная, познавательная. Но завершится все сегодня в Санкт-Петербургской капелле. Там пройдет награждение финалистов этого крупного телевизионного, пожалуй, самого крупного телевизионного конкурса. Добавлю, среди претендентов на ТЭФе-регион и еще один омский телеканал ГТРК «Артыш». Всего же на конкурс было представлено 428 работ. Из них лишь 54 дошли до финала. И смотрите во второй части нашего выпуска. Из офисного здания в Омске сегодня эвакуировали 800 человек. Есть пострадавшие. Эксклюзивные кадры с пожара на 16 этаже здания на левобережье. Ожидание только разогревает как болельщиков, так и бойцов. Пока бразильцы учат русский язык, организаторы завершают подготовку к турниру СФСИ-2. 12-й канал приоткрывает завесу тайны второго турнира Шлеменко «Файтинг Чемпионшип». Какие сюрпризы подготовили организаторы и как подбирали соперников. И щелкунчик не станет крепким орешком. 13-летняя Мичка вошла в тройку российских виолончелистов, которые примут участие в международном музыкальном конкурсе. Чем школьница намерена покорить жюри. Продолжаем выпуск. Остались без праздничных снимков. Залиты верхние этажи, почерневшие стены, обгоревшие локации для проведения фотосессии. В распоряжении 12-го канала оказались кадры изгоревшего этим утром студии на 16-м этаже офисного центра на левом берегу. Что стало причиной возгорания, спасатели пока не сообщают. Проводится проверка. Также неизвестно и сумма ущерба. Но по записям видно, что студия сильно пострадала. Напомню, пожар вспыхнул в начале 10-го утра. Из-за дымленных помещений сотрудники МЧС спасли женщину и оказали помощь медики. Всего же эвакуировали 800 человек. На то, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось около получаса. Офисы, находившиеся под фотостудией, сейчас залиты водой. Сотрудников часть компании перевела на удаленный режим работы. Определили лучших в Омске. Назвали имена лауреатов конкурса «Губернаторские чтения. Актуальные проблемы противодействия коррупции». Победа досталась студентам Омского государственного университета имени Достоевского. Молодым людям было необходимо представить свои работы на тему инструменты борьбы с коррупцией. А также рассказать о том, как искоренить это явление в сфере здравоохранения и профессиональном спорте. Отмечу, что организовать подобные мероприятия для учащихся вузов еще три года назад предложил губернатор Александр Бурков. Сейчас к мечам добавились и участники из других регионов. На самом деле это достигается не только правовыми методами. Не только госвласть может бороться с коррупцией, но и общество. И поэтому особенно приятно, что у нас в этом мероприятии участвуют не только студенты юридических вузов, но и, скажем так, общего гуманитарного профиля. Добавлю, что награждение победителей состоится 10 декабря. Церемония будет приурочена к празднованию Международного дня борьбы с коррупцией. Получат ключи от троллейбуса. Сегодня в Омске сдавали экзамен по вождению будущего водителя общественного транспорта. Это уже третья группа за год. В ней 16 человек. Обучение проводится за счет предприятия «Электрический транспорт». Курсанты уже освоили теорию. Выучили правила дорожного движения, электробезопасность и оказание медпомощи, а также устройства троллейбуса. И прошли практику. На протяжении почти 500 часов перенимали опыт профессионалов. Чему научились курсанты, оценивали специалисты предприятия. Следующий экзамен принимать будут уже сотрудники ГИБДД. И все, кто сдаст, смогут получить водительское удостоверение. Если раньше человек оканчивал группой и был вынужден начинать с низов, садился на старый троллейбус, только потом со временем мог пересаживаться на более-новый, то сейчас они имеют возможность сразу работать на неплохих троллейбусах. И не покажет на помощи? Конечно. Муж у меня здесь работает уже 7 лет. Ну, ему нравится. Во-первых, стабильность, зарплата. Зарплата постоянно повышается. Ну, я так люблю водить очень. Думаю, ну, почему бы нет. Педагоги очень все хорошо рассказывают. Очень понятно, доступно. Инструктора, замечательные люди. Добавлю, что желающих стать водителем троллейбуса в Омске немало. К обучению уже приступила очередная четвертая за этот год группа курсантов. Напряжение нарастает до старта второго турнира. Шлеменко файтинг чемпионшип остается всего два дня. Организаторы поединков обещают. 27 ноября зрители ждет настоящее шоу в лучших традициях ММА. О том, что необычного будет на SFC 2. Как велась подготовка и формировался список участников. И какие сюрпризы ждут зрители, расскажет Ольга Коресник. Приключения бразильцев в Сибири начинаются. Учат русский, проходят акклиматизацию, греются в бане. А пока бразильцы учат русский язык, организаторы завершают подготовку к турниру SFC 2. На этот раз он пройдет здесь, на площадке омского велотрека. И как говорил Александр Шлеменко, после одной из своих ярких побед, а бразильцы вон там лежат, на этот раз это может произойти вот в этой самой клетке. Только уже силами его команды. Файт-карт на этот раз постарались составить таким образом, чтобы зрители не успевали перевести дыхание. Конкуренцию бойцам Шлеменко файт-тим составят спортсмены из Магнитогорска, Челябинска, Оренбурга, Новосибирска, Баку, Бразилии. Старались подбирать пары, равные по силам, чтобы бои были очень конкурентными, очень близкими и чтобы бойцы подходили друг к другу именно стилистически. Зрелищность – это главное, на что делают ставку организаторы. Обслуживают мероприятия лучшие из лучших в своем деле. Задавать темп турниру SFC 2 будет уже ставший бессменным ведущим всех мероприятий школы Шторм Гивит Валтвадзе, сын известного спортивного комментатора. Кард у турнира потрясающий. В болельщиках и в поддержке я не сомневаюсь, а значит, что турнир получится огненным, мощным и легендарным. До встречи! Омский промоушен выбрала и известная профессиональная ринг-герл из Владивостока Виктория Кот. Она предпочла Сибирь, отказав нескольким другим бойцовским организациям. Вообще приходилось бывать на турнирах в разных регионах нашей страны. А вот в сердце Сибири я еще ни разу не была. Желание в турнире поучаствовать появилось сразу. Единственное, конечно, пришлось скорректировать немного свои планы, но тем не менее и с вами. Беспристрастное судейство гарантирует профессиональная бригада рефери. В ее составе судьи всероссийской категории из Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода. Я очень надеюсь, что судейство будет беспристрастным и объективным. Я давно уже общался с командой Александра Шлеменко, мы пересекаемся на различных турнирах. И сейчас мне очень приятно поучаствовать в этом мероприятии. Блестяще будет в зале, впечатляющий бойцовский вечер будет смотреться и на 12-м канале. Трансляцию традиционно обеспечит высококвалифицированная команда нашей телерадиокомпании. Так что те, кто будет болеть за омских ребят у экранов, точно ничего не потеряют. Возможность получить пригласительный также еще есть. Вплоть до субботы в социальных сетях 12-го канала и радио Монте-Карло Омск разыгрывают билеты. Условия на официальных страницах. Организаторы обещают, зрители еще долго будут под впечатлением от вечера, устроенного промоушеном Шлеменко Fighting Championship. Ольга Колесник, Павел Губанов, Павел Ромась и Сергей Никифоров. 12 канал. Она также будет доступна в социальных сетях нашего канала. Продолжаем выпуск. На финишный прямой детский сад на улице Сергея Тюренина готов уже на 90%. Сдать его планируют в следующем месяце. Сейчас работники завершают таблицовку фасада и внутренние отделочные работы на первом этаже. Штукатурят и красят стены, а также кладут на полную плитку. По плану еще нужно закончить монтаж лестничных перил и установить малые архитектурные формы на площадке рядом с садом. Тем временем, второй этаж здания уже готов. Коммуникации все проложены, все наружные сети готовы. Тепло есть, вода, электричество. Все подключено по постоянной схеме. Строительство на завершающем этапе. Сейчас идет активно внутренняя отделка. Фасадная работа подходит к концу. В декабре сдадим. Напомню, строить детский сад начали еще в марте общая. Стоимость проекта больше 150 миллионов рублей. Здание рассчитано на 140 ребят. Уже у каждой группы будет своя игровая площадка на улице. Всего же подобных дошкольных учреждений в нашем регионе возведут 6. В этом году завершится строительство 4. Это детские сады в поселке Биофабрика, на первые станционные, Светловска и Тюленино. Позже появятся садики в поселках Прибрежный и Большие Поля. Все они строятся в рамках нацпроекта «Демография». Проект типовой, да. Такие же проекты у нас на детском садике Большие Поля. И такой же детский садик у нас строится по улице Светловской. На улице Светловской тоже в декабре. Мы его тоже будем сдавать уже в эксплуатацию. И последняя омская виолончелистка примет участие в международном музыкальном конкурсе «Щелкунчик». Он проводится в Москве с 2000 года для музыкантов до 14 лет. Среди номинаций – струнные, духовые, ударные инструменты, а также фортепиано. Примечательно, что из российских виолончелистов строгий отбор прошли лишь трое. Это представители Москвы, Краснодара и нашего города. Настроена ли амичка на победу, узнал Денис Жарков. Способная, трудолюбивая и очень музыкальная. Так о 13-летней Кате Бурлевич отзываются педагоги 6-й детской школы искусств. На виолончели играет 6-ти лет. Выбрала этот инструмент за красивое звучание, схожее по тембру с человеческим голосом. Любимый композитор девочки – Шостакович. Катя не раз занимала призовые места и надеется, что международный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» не станет для нее крепким орешком. На первом туре я буду исполнять форей-легию и алла-поляку Гальтермана. Я нацелена на то, чтобы победить, и я знаю точно, что я пройду в третий тур. Конкурс пройдет в столице с 29 ноября по 6 декабря. Преподаватель Катя, заслуженный деятель культуры Омской области Ирина Пархоменко, ждет первого тура едва ли не с большим нетерпением, чем ее подопечная. Конкурс «Щелкунчик» – это моя личная мечта, как педагога, уже очень многолетняя. Потому что разные поколения мы тоже записывали видео, отправляли на этот конкурс. Никогда нас не приглашали. И вдруг такое счастье. Конечно, это очень сложно. Мы готовы к этим всем трем турам. И даже последний тур «Игра с оркестром» уже Катя играла это произведение с оркестром. Это очень интересно, конечно. В финале участники будут играть на одной из главных площадок страны – в концертном зале имени Чайковского. Победителей ждут премии – золотой, серебряный или бронзовый щелкунчики, а также ценные призы. Но главное – это возможность громко заявить о себе, как о серьезном музыканте. Поболеть за Катю Бурлевича мячи смогут в режиме онлайн. Конкурс будет транслироваться в интернете, а также в эфире канала «Культура». Денис Жарков, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Готов? На раз, два, три. Раз, два. Стой! Арват – древний город государства Северной Финикии. Пошли! Спонсор прогноза погоды ИП «Фременко» Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов. Мед свежего урожая с лучших пасек страны». Завтра, 26 ноября, в Омске ясно. Температура воздуха ночью минус 10-12, днем минус 13-16. В районах области переменная облачность. Ночью минус 12-14. В дневные часы 12-15 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин